Итак, мы с вами приступаем к рассмотрению социальной сети моймирmail.ru. Это одна из крупнейших в России социальных сетей. В ней зарегистрировано более 40 миллионов аккаунтов и порядка 300 тысяч постоянно находятся онлайн. То есть это, конечно, не настолько большая сеть, как ВКонтакт, но она все-таки заслуживает внимания, потому что здесь можно также достаточно эффективно искать людей, заводить знакомства какие-то деловые, затем продвигать свой контент. Как видите, аудитория заслуживает внимания. Мы сейчас с вами будем разбираться с данной социальной сетью, как в ней работать и также как использовать ее наиболее оптимально для раскрутки своего бизнеса, продуктов, блогов и так далее. То есть как здесь лучше всего строить отношения с участниками этой сети. Итак, чтобы вам создать аккаунт в этой социальной сети, сначала нужно завести почту на сайте mail.ru. Без этого никак. То есть в любом случае вам нужна будет почта для того, чтобы пользоваться сетью мой мир. Поэтому заходим на mail.ru. Здесь у нас слева имеется блок создать почту. Кликайте на него. Здесь вам нужно будет указать вполне стандартные данные, то есть ваше имя, дату рождения, пол, желаемое имя почтового ящика с вариантами домена, на которых он будет находиться. И вот здесь следите, чтобы пункт создать личную страницу на мой мир mail.ru был отмечен. Вот этот пункт. И нажимайте зарегистрироваться. После этого сейчас я сверну браузер этот. Вот у меня в браузере опера открыта страница, которую вы увидите после завершения регистрации. Вы перейдете на мой мир.mail.ru. А если автоматического перехода не произошло, вы просто в строке браузера можете набрать my.mail.ru и вы попадете на страницу своего профиля. Итак, когда вы попадете сразу на эту страницу, вам необходимо будет заполнить свой профиль вначале. То есть сейчас вы видите, что даже у меня здесь только указано имя, которое было написано мной при регистрации. Здесь указаны базовые информации, дата рождения, возраст. И так далее. Но сначала нужно заполнить анкету. Нажимаем вот здесь подробная анкета. И здесь обратите внимание, вам нужно указать какую-то информацию. Ну, у меня она в данном случае указана абсолютно ложная, так скажем. Вам же нужно заполнить эту анкету теми данными, которые вы считаете нужными здесь оставить. Напоминаю вам, что в социальных сетях лучше не оставлять какой-то конфидент, какую-то информацию, которую бы вы не хотели разглашать, поскольку если вы ее оставите, то удалить ее будет крайне трудно. И подчас даже невозможно. То есть, встречаются такие случаи, когда давно удаленные сведения из страницы в какой-либо социальной сети потом все равно где-то появляются. Вы избежание этого заполняете только то, что считаете нужным. Например, для того, чтобы использовать эту социальную сеть с деловой стороны, вам непременно нужно будет указать базовую информацию о вас. Это образование, это карьера, то есть, где вы работали. Допустим, добавить место работы. Нажимаете, да. Сейчас откроется страница, где вы можете ввести, допустим, компанию, где она была расположена, в какие года вы там работали и так далее. Вернемся назад. Здесь также можно подписаться на какие-то вакансии, если вы заняты поиском работы. Сервис нас перебрасывает уже на совершенно стороннюю страницу работы Mail.ru. Есть такой сервис. Здесь у вас уже создан личный кабинет. Кабинет соискателя он называется. И, в принципе, это отдельная даже служба. Давайте по ней кратко пройдемся. Здесь вы можете создать свое резюме вначале. Вот здесь, да, добавить информацию о себе, опять же, образовании и так далее. Где вы работали, какую должность занимали, какими языками владеете и прочее. То есть, все предельно просто, да. А затем вы можете искать вакансии самостоятельно. Поиск по базе вакансий, допустим, да, если мы сейчас нажмем, то здесь нам отображается форма поиска, где вы можете выбрать какую-то специальность. Допустим, банки финансы, да. Какая специальность, скажем, трейдер. Опыт работы. Допустим, вас устраивает от одного до трех лет, да. Нажимаете найти. Ну, еще можно было выбрать, конечно, город. И варианты зарплат, да. Ну, так или иначе, вот здесь вы можете найти определенные вакансии, посмотреть информацию о них, да, и связаться с работодателем. Но вернемся к нашей странице, на которой мы попали из сети Мой Мир. Вот здесь, да, подписаться на вакансии. Здесь вы можете оформить как-то подписку, и вам будут приходить рассылки с вакансиями. Скажем, вы введете здесь название, место расположения, то есть, какой регион вас интересует, какая вас интересует заработная плата, специальность и так далее. Если вы создадите подписку на эти вакансии, они будут приходить вам на электронную почту. Так, дальше. Это был блок карьера. Мы с вами в качестве примера его рассмотрели. Следующее, мои местоположения. Здесь вы можете добавить свое местонахождение, в какой стране вы живете, вплоть до улицы, дома и так далее. Ну, очень подробную информацию я не рекомендую вам оставлять здесь, у своего местонахождения. Вполне достаточно будет страны, региона и города. Ну, или даже улицы, да. Ну и прочая личная информация. Здесь есть такие пункты, как интересы. Вы можете их отредактировать, да. То есть, чем вы увлекаетесь, какие языки знаете, какая музыка вам нравится и так далее. То есть, анкета вполне стандартная для всех социальных сетей. Вам ее необходимо заполнить в самом начале. Следующее, что вам нужно будет сделать, это обязательно загрузить свою фотографию. Здесь вы можете загрузить ее либо с веб-адреса какого-то, либо же из файла, да. То есть, все, опять же, вполне стандартно. Вот, в принципе, и все. То есть, на этом регистрация в социальные сети «Мой мир» заканчивается. Вот. И больше здесь никаких особых данных вводить никуда не надо. Важно просто грамотно оформить свой профиль. Я вам настоятельно рекомендую указывать только правдивую информацию о себе, поскольку, если вы собираетесь использовать эту социальную сеть с деловой стороны, для раскрутки бизнеса, продукта, для пиара своего какого-то контента, для сбора аудитории, в конце концов, лучше не врать, лучше указывать правдивую информацию о себе, о своих занятиях, увлечениях и так далее. Просто делать это в меру, скажем. Если что-то вы не хотите делать, достоянием общественности лучше этого и не делать. Что ж, в принципе, на этом все рекомендации заканчиваются. И мы с вами переходим к следующему уроку, где рассмотрим непосредственно возможности, которые предлагает данная социальная сеть.